Друзья, шлю на теплейший привет из солнечного Таллина. И в этом подкасте я хотела бы поговорить с вами о роли школьного психолога в развитии ученика и о его роли в помощи учителю. Давайте рассмотрим, как задачи школьного психолога выглядят в идеальной ситуации и что мы еще пока имеем в большинстве случаев. Школьный психолог — это специалист, который определяет, с какими трудностями сталкивается ученик, как он чувствует себя в той среде, которая его окружает, и дать рекомендации и стратегии этому ребенку для того, чтобы с этой ситуацией справиться. И стратегии и рекомендации он может дать не только ученику, но и педагогу. Школьный психолог может помочь ученику понять, почему он испытывает те или иные трудности в обучении, почему он чувствует, как он чувствует, из-за чего они складываются отношения с одноклассниками, что предпринять, как справиться, как пережить некоторые эмоции. И также этот специалист может помочь учителю учесть индивидуальные особенности ребенка, особенности его поведения, его реакций на определенные триггеры и дать учителю рекомендации, опираясь на свой опыт и знания по коммуникации с этим ребенком, по предоставлению обратной связи, по выбору способа работы с этим ребенком, по подбору учебных материалов, методов, которые подойдут этому ребенку. Одним словом, помочь через ту информацию, которую он получил, работая с ребенком, учителю создать условия, которые подойдут именно этому ученику и будут максимально его развивать. Школьный психолог может прийти на урок для того, чтобы посмотреть, как ведет себя класс в целом, как ведет себя один ученик в этом классе, какая в классе атмосфера, какая культура, как выстроены взаимоотношения между собой, как выстроены взаимоотношения с учителем, поговорить с учителем о том, с какими трудностями он сталкивается, конкретно с этим классом или с отдельными учениками, и подумать, что предпринять, чтобы эту ситуацию изменить. То есть, какой информацией снабдить учителя, чтобы он знал, как действовать ему. Психолог видит картину в целом, он понимает причинно-следственные связи. Этот специалист не вешает на ребенка ярлыки. Например, у него зависимость от гаджетов, а этот гиперактивный, у этого вот такой-то диагноз, а этот ленивый и так далее. Он пытается разобраться, какие причины стоят за тем или иным поведением ученика, какие триггеры запускают ту или иную реакцию, не для того, чтобы обозначить, ах, он так реагирует, потому что он, например, гиперактивный, или он зависит от гаджетов. А для того, чтобы понять, в чем причина и знать, какой следующий шаг, что предпринять для того, чтобы обучение, для того, чтобы развитие состоялось. То есть как помочь самому ребенку что-либо осознать, понять и немного изменить свои действия, и как помочь учителю, чтобы он в учебных условиях мог это поддержать, а не вносить те действия, которые, наоборот, вызывают саботаж и раздор. Школьный психолог, он может помочь ребенку обучаться, помочь, он вносит однозначно свой вклад. Дело в том, что здесь и учитель, на учителе тоже лежит эта задача, обучать ребенка, вооружать его какими-либо стратегиями, и в частности психолог может эту работу или эту помощь ребенку оказывать. Он может помочь, научить ребенка справляться с какой-либо ситуацией. Например, ситуацией, когда от одной мысли о домашней работе или о написании сочинения на уроке, у ребенка горло поступает тошнота, и хочется просто эту тетрадку выкинуть, хлопнуть дверью, никогда больше в это заведение не возвращаться. Он может помочь ребенку понять, что его такие чувства, такие эмоции, они акцептируемы. Это не есть что-то аномальное, это не значит, что с тобой что-то не так. И он может дать понять ребенку, как с этим справиться, что мне в следующий раз предпринять, когда у меня возникнет желание выбросить тетрадки, учебники из окна. Например, какие могут быть еще ситуации. Ребенок не хочет ходить в школу, он отказывается работать в группе, он говорит, не умолкая вместе с учителем. Учитель говорит, и он говорит. Он огрызается и так далее. Это те ситуации, которые мы, как правило, хотим решить тактически, то есть получить результат прямо здесь и прямо сейчас. И, как правило, в силу вступают какие-то манипулятивные действия в виде плюшки, пряника или наказания кнута. А здесь нужно подходить стратегически. Здесь надо понимать, какие действия были совершены до этого, что влияет, что запускает такую реакцию, и что можно в пространстве учебном изменить, чтобы этого не было. И вот здесь у школьного психолога, вот в этой задаче, очень большая и важная роль. Что у нас происходит на деле? На деле у нас происходит так, что школьные психологи изучают нет трудности, с которыми ученик сталкивается в учебной работе или вообще отказывается обучаться. Они больше исследуют семейную ситуацию и пытаются найти причины отсутствия учебной мотивации в его взаимоотношениях с семьей, с папой, с мамой, с бабушкой, с дедушкой, с друзьями, с племянниками и так далее. И когда оказывается, что в семье есть некая непростая ситуация, друзья, таких семей очень много, найдите семью, у которой простая ситуация внутри, когда оказывается, что есть некоторые сложные отношения между родителями, между родителем и ребёнком, или нет одного или второго родителя, или нет двоих родителей у ребёнка по каким-то причинам, то это как будто бы корень зла, это как будто бы источник проблем, это обозначение ситуации, из-за которой ребёнок оказывается не вовлечён в учебную работу, и это конечная точка. То есть обозначается, что ребёнок плохо учится, не хочет учиться, саботирует, не ходит в школу, прогуливает, огрызается, потому что дома сложная ситуация, и всё. И школа дальше ничего не может предпринять со своей стороны, потому что это конечная ситуация, мы уперлись в семью. И далее вызываются в школу члены семьи, сообщается о учебной проблеме, чтобы родители предприняли некоторые действия, и ребёнок начал учиться. И в итоге школьный психолог становится таким инструментом давления на родителей. И это такая тупиковая ситуация, из неё не выбраться. Ту информацию, которую мы получаем о семейном положении ребёнка, мы учитываем для того, чтобы изменить ситуацию в классе. Коммуникация между учителем, между родителем, между школьными специалистами и родителем, она очень важна, она должна быть. И есть некоторые единичные случаи, когда действительно необходимо вмешательство родителей. Единичные случаи, особенные совершенно, когда есть некоторая угроза здоровью жизни, например, других детей, учителя, других членов коллектива. И очень важно вмешательство родителей в эту ситуацию. Чаще всего, чаще всего, друзья, обратная связь от родителей, о какой-то ситуации домашней, это информация, с которой работают профессионалы. Это информация, которую учитывает профессионал, которая дальше его ушей, его головы не распространяется. И учитель получает для себя информацию не о сложной семейной ситуации, или о каких-то диагнозах, или еще каких-то результатах. Он получает информацию в виде рекомендаций, что нужно предпринять на уроке, чтобы этот ребенок был вовлечен, развивался, работал, и при этом чувствовал себя хорошо. Одним словом, резюмируя то, что я сказала, друзья, если ребенок не хочет идти домой, это задача, которой занимаются родители. Если ребенок не хочет идти в школу, это задача, которой занимаются профессионалы. Этим занимается педагогический коллектив. Не все так черно-бело, не все так категорично, и нюансы есть в каждой ситуации. Но мы делаем то, на что мы можем влиять. А влиять мы всегда можем на ту ситуацию, которая есть в нашем классе.